Всем маски! Отель «Аулу Неры» в Алакольском районе перепрофилировалась на индивидуальные средства защиты. В день выпускают до 1000 единиц продукции. Зря нарушили. По 10 МРП штрафа получили 8 граждан Алматинской области за нарушение режима ЧП. Всегда и везде спортсмены Алматинской области перешли на удаленный режим тренировок. 78 добровольцев откликнулись на призыв о спецсборах главы государства в Карасайском районе. Призывники будут нести службу в течение месяца. Напомним, 2 апреля президент подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. Подробности в следующем материале. У каждого из них своя история. Кто-то трудится дистанционно, а кто-то временно оказался без работы. Но всех их объединяет одно – чувство долга и желание помочь своей стране. Один из добровольцев – житель села Кумарал, Ербол Азаматов. В 2015-м он был признан в ряды вооруженных сил РК. Мужчина охранял границы на востоке страны. С честью исполнив долг перед родиной, сегодня он занимается домашним хозяйством. В этот сложный для страны период Ербол одним из первых откликнулся на призыв к главе государства. Я исполнил свой долг перед родиной в 2016-м году. Служил в составе войсковой части 2086. Учитывая сложную ситуацию в стране, я не задумываясь вызвался на специальные сборы. Я считаю, что долг каждого военнообязанного – поддержать страну, исполнить гражданский долг. Для меня честь и радость, что я вновь смог пригодиться своей стране и народу. Призывники будут нести службу на блокпостах, патрулировать улицы, проводить дезинфекцию, заниматься охраной важных объектов и участвовать в противопаводковых мероприятиях. Служба, разумеется, нелёгкая. И вдвойне отрадно, что в стране так много настоящих патриотов делятся в военкомате. На специальные сборы были призваны военнообязанные в возрасте от 18 до 50 лет. В Карасайском районе требовало 78 человек для несения срочной службы. Отрадно, что никого искать не пришлось. Буквально за два дня добровольцы заполнили необходимый контингент. Это доказывает, что они настоящие патриоты своей страны. Мы гордимся такими гражданами. Добавим, прежде чем примерить армейскую форму, все призывники прошли обязательный медицинский осмотр, спецпроверку, другие необходимые процедуры и соответствующий инструктаж. Дамир Анитов, Аман Желжон Кешев, Телеканал ЖЦУ. Предъявите билетик. В связи с режимом чрезвычайного положения, в Талдыкургане частично приостановлено выдача бесплатных проездных билетов. Кто и как может в этот период рассчитывать на бесплатный проезд? До какого времени продлится ограничение выдачи проездных? И куда будут направлены выделенные средства на льготные билеты? Выяснял Анорам Ангелинов. Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы на работу городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Выдача проездных билетов производится сразу при входе в учреждение. В целях соблюдения социальной дистанции в помещении допускается не более двух человек. Несмотря на такую меру, никакой массовой очереди нет. Всего в нынешнем квартале ответственные лица планируют выдать более двух тысяч проездных билетов. В 2020 году на предоставление бесплатных проездных билетов выделено 336 миллионов тенге. Согласно решению Талдыкурганского маслехата и постановлению Акима города пользоваться льготным проездом в общественном транспорте имеет право такие категории граждан. Это многодетные матери, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей. В том числе дети, обучающиеся по очной форме учения. Также имеют право обладательницы подвеса Калтын и Кумсалка, получившие звание мать-героиня и награжденные орденами материнской славы. Получение льготы на проезд существенно экономит семейный бюджет, говорят многодетные матери Талдыкургана. А в нынешний период поддержка государства вдвойне ощутима. Нам этот проездной необходим, потому что экономим в месяц примерно 5-6 тысяч, потому что минимум один раз я лично выезжаю. Ну, по необходимости. Бывает в магазин, бывает в аптеку, в больницу. Поэтому нам этот проездной необходим. Спасибо большое тем, кто внедрил эти бесплатные проездные. Я живу на дачном массиве Красный Камень, и мне часто нужно выезжать в центр города по своим нуждам. В основном езжу за продуктами, так как на базаре дешевле, чем у нас в магазинах. Поэтому проездной билет не очень необходим. А вот школьникам и студентам в нынешний период нет надобности передвигаться в общественном транспорте, считают в городском отделе образования. Так как обучение производится дистанционно, а какие-либо передвижения по городу крайне нежелательны в связи с ситуацией с коронавирусом. Поэтому выдачу бесплатных проездных билетов этой категории лиц приостановили. Такая мера позволит не только минимизировать контакт студентов и школьников с посторонними, но и повлияет на снижение пассажиропотока в общественном транспорте, считают специалисты. Проездные билеты предназначены для передвижения учащихся и студентов из дома до школы, а также из школы до дома. В этом году на этот квартал приобретен 41 684 проездных билетов на сумму 260 107 743 тенге. Эти средства, которые выделены на приобретение проездных билетов, будут возвращены в бюджет государству. Предположительно, возобновить выдачу проездных учащимся планируют осенью. Однако давать конкретных прогнозов сотрудники отдела образования не могут. Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Сельские швейные мастерские Алакольского района на период чрезвычайной ситуации перепрофилировались. Они временно сократили объем заказов от насельчан на пошив одеяла, приданного или одежды и перешли на новый вид для себя продукции. Ателье Ау-Онери в поселке Желанды сменило направление деятельности. С недавних пор 15 партнек заняты пошивом индивидуальных средств защиты. Они изготавливают маски для женщин, мужчин и детей. Не забыта и эстетическая сторона вопроса. Защитные маски отличаются оригинальностью, стилизованностью. Их даже можно подобрать к тому или иному наряду. Мы шьем, получается, оюкурпи, праккурпи, одеяло, пледы из натуральной шерсти. Это овечья шерсть, верблюжья шерсть. Но, учитывая данную ситуацию, конечно, мы не могли остаться в стороне, поэтому мы сразу переключились на пошив масок. Все материалы свои, с нашего резерва, поэтому пока и материалов всего хватает. Мини-цех изготавливает около тысячи единиц средств защиты в день. Это не медицинские маски. Но защитить от инфекции, уверены портные, смогут не хуже. И на их изделия уже есть заказы. К примеру, районные власти сделали заявку на пошив 10 тысяч защитных масок в швейной мастерской Аул-Унери. Не остались в стороне и жительницы других поселков Алакольского района. Якпинды и Акжар. Женщины в домашних условиях изготавливают по 100 масок в день и раздают всем нуждающимся. Ткань приобретается на средства волонсеров и поселкового Экиматор. Эти маски мы раздаем детям, инвалидам, пожилым людям. Где-то 300 штук уже раздали. И думаем, поможем, сколько нужно будет, поможем. Дефицита в средствах индивидуальной защиты Алакольский район не испытывает. Поскольку сельчане, тоже как один, стараются внести свой вклад в общее дело, чтобы остановить распространение инфекции. Евгения Присяжная, Абылая Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Уборщиков улиц в столице стало почти на треть меньше. Из-за карантина многие работники, которые живут за городом, не смогли вернуться. Несмотря на особые условия, коммунальные службы работают в обычном режиме. Как работали, так и работаем. Сейчас мойкой занимаемся, с утра мусор собираем. Все хорошо, рассказывает дорожный рабочий Вячеслав Миненко. Отметим, из двух с половиной тысяч рабочих в эти дни в столицу убирают полторы тысячи человек. С шести утра они выходят на смену. И, как видно, улицы стали намного чище. Впрочем, и сорить сейчас особо-то и некому. Казахстанский Западный Алтай впервые станет местом обитания моралов. Благородных животных завезли в Высокогорье Ридерского района, сообщает корреспондент Хабар-24. Расширению популяции восточно-азиатских оленей, считают специалисты, будет способствовать особая флора и фауна этой местности. Владимир Климов строит первую в Казахстанском Западном Алтае мораловодческую ферму. В ближайшие несколько лет поголовье моралов в Ридерском районе увеличат до 400 особей. Местную достопримечательность планируют внести в топ-50 туристических объектов республики. В непроходимые горы Владимир Климов также завез больше 200 голов лошадей и яков. Приучить к сибирскому морозам удалось и верблюдов. Безбергемес в помощь. Как в период чрезвычайного положения мецената поддерживает социально уязвимые слои населения в Алакольском районе Алматинской области, узнавала Евгения Присяжная. В рамках реализации республиканской благотворительной акции «Безбергемес», запущенной 20 марта, в Алакольском районе стартовал марафон «Караван милосердия». Главная цель проекта – поддержать малообеспеченных граждан в сложный период. Только за первые шесть дней была оказана помощь 11 600 семьям по всей стране на 214 миллионов тенге. Волонтеры и предприниматели Алакольского района поддержали эту инициативу. Они организовали не только уличную раздачу масок и информационных листовок жителям Ушарала, но и доставили на дом бесплатные продуктовые наборы нуждающимся семьям. Пользуясь случаем, хотел бы выразить общее мнение Алакольцев о том, что наш президент Касым Жумар-Тукаев дал поручение в рамках оказания социально-экономической помощи населением и уязвимым слоям населения. «Что мы видим сегодня? Частные предприниматели нашего региона Алакольского с пониманием и с энтузиазмом откликнулись на данную проблему и собирают гуманитарный конвой, где и мука, и мясные продукты питания, сахар, то есть продукты первой необходимости». Мука, рис, сахар, чай, мёд, а также 25 килограммов мясной продукции получили около 430 семей Алакольского района. Наследство местных меценатов были закуплены продуктовые наборы. Доставка провизий – двойной сюрприз для тех, кто коротает время дома, спасаясь от коронавируса. «Три года назад муж умер, и я одна воспитываю пятерых детей. Акимат Алакольского района постоянно нам помогает. От имени многодетных матерей хочу сказать спасибо Акимату и всем тем, кто помогает нам в трудное время. Теперь продуктов моей семье хватит на месяц». «Спасибо Ельбасе и Акиму области. Тысячу раз спасибо. Акимат нам всегда организовывает помощь и в покупке школьной формы, и обеспечивает моих детей-школьников горячим питанием. И АСП я получаю. Я очень признательна за такую поддержку». Упаковкой и доставкой продуктов по адресатам занимаются и волонтёры. В эти дни они активно помогают районным властям справиться с ситуацией. К слову, в Алакольском районе в волонтёрском движении задействовано более 550 добровольцев. «За счёт спонсоров и местных меценатов было предоставлено на 60 миллионов тенге продукции. И эта продукция на сегодняшний день, на 13 миллионов была сегодня роздана через волонтёрскую сеть молодёжных организаций. В дальнейшем этот караван «Милосердие» продолжит свою работу во всех сельских округах нашего района». В рамках республиканской акции «Бизбергемес», инициированной партией «Нуратан», в Алматинском регионе была оказана помощь порядка 1200 семьям на сумму свыше 18,5 миллионов тенге. Важно отметить, что в Алматинской области создан благотворительный общественный фонд «Бергемес-ЖТСУ» по поддержке социально уязвимых слоёв населения региона. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Восемь фактов нарушений режима ЧП выявлено в Алматинской области за сутки. В их числе торговля в магазинах в неурочное время и в неустановленных местах. Частный извоз с незарегистрированными лицами, а также попытка незаконного проникновения в Алматы. Нарушения зафиксированы в Велисском, Панфиловском и Кигенском районах. Все виновные лица оштрафованы на 10 месячных расчётных показателей, каждый. Напомним, личный состав департамента полиции Алматинской области переведён на особый режим несения службы. В связи с этим полиции усилены меры по обеспечению правопорядка. Увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии. В Велисском районе выявлено два факта торговли магазинами в неуроченное время. Один факт частного извоза. Нарушители привлечены к ответственности согласно статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Им наложен административный штраф в размере 10 МРП. Кроме этого, в Кигенском районе задержаны 4 таксиста, на которых составлены протоколы об административных правонарушениях. В то же время необходимо отметить, что основной поток нарушителей на блокпостах немного утих, но всё же нарушителей имеются. Сотрудники своевременно пресекают данные факты. Также криминогенная обстановка в области стабильная. Уровень преступности снизился по всем позициям. В Евросоюзе на время эпидемии коронавируса отменяются таможенные пошлины и НДС на импортные медицинские товары. Такое решение было принято Еврокомиссией на фоне острой нехватки средств защиты для врачей, а также оборудования необходимого для лечения заразившегося вируса. Чтобы защититься от коронавируса, ранее были введены ограничения на перемещение внутри шенгенской зоны и запрет на необязательные поездки в Европу не граждан ЕС. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, особую обеспокоенность вызывает африканское направление. Власти Швеции не намерены вводить карантин. В стране работает кафе, открыты образовательные учреждения. На улицах многолюдно. Правительство Швеции считает, что введение карантина может принести больший вред. Наиболее сильно пострадает экономика страны. За время пандемии в Швеции скончались более 400 человек. Коронавирусом заражены свыше 6 тысяч. Общее число инфицированных в действительности может быть больше, так как тесты делают лишь те, кто попал в больницу. Цена нефти Brent упала почти на 12% из-за новостей о разногласиях России и Саудовской Аравии по условиям новой сделки. Страны спорят об объемах сокращения добычи и настаивают на присоединении к сделке США. Россия хочет использовать в качестве базового уровня добычи средние показатели первого квартала. Это около 10 миллионов баррелей в день. А королевство выступает за увеличение добычи. В настоящее время стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составляет до 30 долларов за барри. А цена WTI чуть более 25 долларов США. Продолжаем выпуск. Осадки в виде дождей и даже мокрого снега ожидаются на территории Алматинской области на этой неделе. На севере региона термометры опустятся до минус 3 градусов по Цельсию в ночное время. В южной части ночью температура будет держаться на уровне от плюс 7 до 12 градусов. Ветер будет усиливаться до 20 метров в секунду. Поэтому синоптики рекомендуют жителям одеваться потеплее. А лучше вообще по возможности придерживаться домашнего режима. В связи с чрезвычайным положением в стране термометры в дневное время будут на уровне 13 градусов с северной части области. В южной ожидается потепление до 22 градусов. Нам надвигается циклон и связанные с ними атмосферные фронты будут оказывать влияние на нашу область. Но они нас сильно не коснутся. В основном это центральный Казахстан, северный Казахстан и так далее. Спортсмены Алматинской области перешли на удаленный режим тренировок. В расписании появились прямые эфиры в социальных сетях. Комплекс упражнений через мессенджеры. Тренеры контролируют процесс в режиме онлайн. При приседании бедро параллельно пола до конца не садимся. Телефоны и штативы теперь как снаряды для тренировок. Тренировочный зал упустеет, однако тренировочный процесс останавливаться не должен. Спортсмены тоже перешли на удаленку. Среди них и молодежная сборная региона подзюдо. В секции для онлайн-тренировок выбрали направление «Общая физическая подготовка». Стараемся проводить тренировки онлайн. То есть через программу Zoom даем задания, контролируем ребят, как они тренируются. Качество тренировки смотрим. Делаем это для того, чтобы на период чрезвычайного положения сохранить хорошую физическую форму. Так как на этом жизнь не заканчивается. Надо идти только вперед и вперед. Останавливаться на этом не стоит. Старается поддержать форму на дому и серебряный призер Олимпийских игр Нурбахатин Исбаев. Тренируя сам, спортсмен показывает, как правильно держать себя в тонусе. Кроме того, подает пример молодежи и своим детям. Сейчас нам всем необходимо сидеть дома, проводить больше времени с семьей. А заниматься спортом и поддерживать свое тело и дух можно и в домашних условиях. Все спортивные залы закрыты. И потому тренеры проводят занятия в режиме онлайн. Каждый день один раз спортсмены занимаются общей физической подготовкой. Спортивная дружина области утверждает, что такие тренировки помогут поддержать физическую форму спортсменов. Если спортивный зал вновь заработает, им не придется начинать все с нуля. Алексей Цой, Надир Хамзин, телеканал УЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин